73 миллиарда тенге превысила общая сумма инвестиций в 8 утвержденных проектов, которые разместятся в индустриальной зоне Алатауского района. Всего здесь планируется построить 35 заводов и фабрик, но до конца года это количество может увеличиться. Какие предприниматели могут попасть в специальную зону, расскажет Амина Абдрахманова. Чтобы попасть в индустриальную зону Алатауского района, где будет сосредоточена вся городская промышленность, компания по производству стеклотары разработала уникальный проект. Минимум импортного сырья, возобновляемые материалы и экологически чистое производство. Проект начнет воплощаться уже в этом году. Для этого в индустриальной зоне им выделена площадь в 4 гектара со всеми подведенными инженерными коммуникациями. И уже через пару лет компания планирует охватить весь казахстанский рынок. Именно сегодня мы начали земляные работы. Это вертикальные работы и подготовка котлованна для строительства. Мы будем закончить все строительные работы в этом году. А в начале следующего года начнется строительство технологического оборудования. Проект по производству стеклянной посуды был оценен в более чем 2 миллиарда тенге. Но прибыль по предварительным подсчетам будет такая, что только в виде налоговых отчислений сумма составит около 500 миллионов тенге. Но лишь при условии полного запуска конвейера. Пока в индустриальной зоне на площади 188 гектаров планируют разместиться 43 предприятия с суммой инвестиций 226 миллиардов тенге. Благодаря осуществлению этих проектов удастся обеспечить рабочими местами свыше 8 тысяч человек. И это только на начальном этапе. Всего площадь индустриальной зоны 490 гектаров. Размещением своих производств заинтересованы и зарубежные бизнесмены. Последний из них – турецкие предприниматели, которые недавно посетили мегаполис. Эта зона должна стать промышленным кластером из 40 заводов для производства отечественной, а самое главное – конкурентоспособной продукции. Из этих проектов, из 27-25, готовы выйти уже на строительную площадку для начала строительных работ и уже, соответственно, начать свои монтажные работы. Также в этом году было одобрено 8 проектов на общую сумму 73 миллиарда тенге. Из них можно выделить 4 проекта по пищевой промышленности, 2 проекта по химической промышленности, 1 проект по обрабатывающей промышленности и 1 проект по бытовой технике. Отбор проектов в индустриальную зону Аллатавского района начался в 2013 году. Кроме инновационности и экологичности, основными критериями для предпринимателей были принадлежность к пищевой, строительной, фармацевтической, химической и легкой промышленности. Заводы и производства должны заработать на полную мощь уже через два года. Для облегчения работы бизнесменов на каждом участке созданы все инфраструктурные условия, подведены электроэнергия, водоснабжение и построены дороги. На сегодняшний день 7 бизнесменов получили госакты на участке и 22 проекта уже завершили разработку проектно-сметной документации. До конца этого года количество проектов может возрасти, пока территория индустриальной зоны заполнена на 90%. Амина Абдрахманова, Скандербек Тогуспаев, телеканал Аматы.